Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Кузьмича Женакова представляет Обзор, посвященный творчеству Вениамина Каверина Вениамин Каверин родился 19 апреля 1902 года в Пскове Настоящая фамилия писателя – Зильбер Псевдоним Каверин был взятым в честь гусара Петра Каверина Который был приятелем Пошкина А Пошкин вывел его под собственной фамилией в первой главе Евгения Онегина После окончания гимназии молодой человек Вениамин Зильбер Решил продолжить обучение в Большом университете Он уехал учиться в Москву Поступил там в университет Но проучившись один год Его очень хороший друг И впоследствии муж его сестры Юрий Дынянов Который тоже стал известным писателем Посоветовал ему поступить учиться в Петербург Итак Вениамин Зильбер стал учиться в Петербурге Одновременно на двух разных факультетах Что сейчас для нас творчество Вениамина Каверина? Это ведь не только проза для взрослых и для детей Еще Вениамин Каверин блестящий литературный критик У него есть ряд произведений В которых он размышляет о литературе Слагает целые галереи литературно-критических портретов Его современников-писателей Статьи прошлых лет, эссе и дневниковые записи Воспоминания о деятелях культуры Все это воссоздает тот атмосферу эпохи Тот шум времени В которой он жил И все это дает представление об истории Звездской литературы в Эльцах Границей, разделяющей детство и юность Будущего писателя Он считал зиму 1918 года Когда немецкие войска заняли Псков Немцы как бы захлопнули дверь за моим детством Важнейшее место в жизни Вениамина С того момента, как он научился читать Занимали книги Чтение поражало мальчика Возможностью уходить в другой мир И в другую жизнь О том, какую роль играло чтение в жизни псковской молодежи Начало двадцатого века Вениамин Каверин позже вспомнил в своем очерке Собеседник заметки о чтении Впервые его заметки о чтении вышли в первом номере Журнала Новый мир за шестьдесят девятый год Я предлагаю вам немного послушать Отрывки из этой статьи Собеседник заметки о чтении Чем же были для меня первые книги Серебряные коньки Маленькие женщины Алиса в стране чудес Они были для меня историями Которые кто-то выдумал А потом записал Потому что ему некому было их рассказывать Не стали же взрослый человек записывать для себя эти выдумки Интересны только детям Мне инстинктивно хотелось Чтоб они были не напечатаны Не сложены из букв Не спрятаны в картонный переплет А рассказаны Разумеется, я тогда не знал Что именно так и были созданы лучшие детские книги Алиса в стране чудес Сказки Шарля Перро и Андерсена Сперва рассказаны А потом записаны Я убежден и теперь Что для детей надо писать именно так В беспредельности новых и новых открытий В раскате невероятных происшествий И впервые почувствовал себя Истинным читателем То есть человеком Который долгожданный час Остается наедине с книг Этому научил меня Роберт Стивенса Отстранив десятки других Иностранных писателей С их привлекательными И все-таки почти Ничего не значащими именами У нас знают Стивенсона Главным образом По его роману Остров сокровищ Об этой книге Надо упомянуть Потому что Стивенсон Трогательно сказался Не только в ней Но и в ее истории Для своего 13-летнего пасынка Он нарисовал карту С пиратскому Матешевскими названиями Хлон, Пизань, Мачте Остров Скелет А потом от имени Этого же мальчика Ну как его пасынок Он написал роман Комментарий к этой Загадочной книге Однако те Кто прочитал Только Остров Сокровищ Не могу сказать Что они знают Стивенсона Потому что Он был Еще и Первоклассным Критиком Эссеистом Ощеркистом И драматургом Герцен Мое любимое чтение Оно началось В 1918 году В Пскове Который был Тогда занят Немецкими войсками В дни эвакуации Работники Библиотеки Совета Рабочих Депутатов Раздавали книги Всем желающим Мой одноклассник Почему-то взял Себе Герцена Но не стал читать И подарил его мне Это было Странное издание Все, что писал Герцен Было напечатано В последовательном порядке День за днем Неделя за неделей Запись из дневника Шла вслед за газетной заметкой Личное письмо Вслед за письмом Обращенным Ко всему человечеству Впрочем Каждая строка Была обращена Ко всему человечеству И обыкновенность Естественность Этого обращения Была загадочна Непостижима Уже тогда я заметила Что Герцен Как бы Компанинирует Каждому периоду Нашей жизни Всякий раз Его голос Откликается На скрытую Иногда еще неосознанную Но непременно Основную мелодию Впервые я понял Это в городе Где все было Так благополучно Как не было Кажется Еще никогда За всю его Многовековую Историю Улицы Переименованы Хлеба Вдоволь Хотя он очень дорог И все это Неблагополучно Шатко Да Герцен Произвел на меня Необычайно Острое впечатление И годы Ничуть не Затушевали его И теперь Я читаю его С восторгом Со странным Оно удивительно Определенным Ощущением Что ему И до меня Дело И до моих друзей И до всего В чем мы думаем Что нас радует И тревожит Он всегда Целился И без промаха Попадал Не в литературу В самую Жизнь Какую же роль В литературной Эволюции Играют Задворки И низины Периферии Каким образом Из мелочи Литературы Возникает Новое явление Эти вопросы Рассматривались В трудах Наших учителей Моих учителей Тынянова Шкловского Эхенбаума А мы усердно Изучали этот фон Этинизин Так В новом понимании Возник перед нами Необычайно Расширившийся Круг литературы Девятнадцатого века Над книгой Независимо от того Была она великим Или ничтожным Произведением Появился Знак Историзма Второстепенные Писатели Тридцатых Сороковых Годов Стали для меня Предметом Не чтения А научения Из русских Писателей Двадцатого века Никто так много Не читал Никто Не был Так влюблен В чтение Как Горький Об этом Талантливо Написал В своей известной Книге Груздев Мне уже Случалось Упоминать Как однажды В разговоре Со мной Горький Шутливо Назвало себя Великим Читателем Земли Русской Жажда Чтения Черта Без сомнения Автобиографическая Близка У многих Его героев К такой же Физиологической Подребности Как еда Или сон Стоит Лишь Вспомнить Его маленький Рассказ Книга А в другом Рассказе Коновалов Чтение Врывается В жизнь Взрослого Человека Как шаровая Молния Опасная Ослепляющая Проникшая В самые Темные Уголки Сознания В этом Рассказе Книга Подана Как явление Из ряда Вон Выходящее Близкое К чуду Два Взгляда Одновременно Устремлены На нее Детский Взгляд Героя И Зоркий Наблюдающий Все запоминающий Взгляд Автора Перечитывая Этот Рассказ Я задумался О лице Читателя О том Месте Которое оно Занимает В творческом Сознании Еще Когда На бумаге Не появилось Ни слова Нельзя забывать И о том Что интересно Читать Только то Что интересно Писать Так же Как полезно Иногда Вспоминать О том Что Нечитающий Читатель Может научить Большему Чем легкий Успех Одно Из самых Главных Самых Знаменитых И ярких Произведений Которое Написал Вениамин Каверин Является Поведенческий Роман Два Капитана Роман Выдержал Более Сотни Переизданий Автор Этого Романа Вениамин Каверин Был награжден Сталинской Премией Второй Степени В 1946 Году Так же Это Произведение Было Переведено На многие Иностранные Языки Вот как Реальная История Не только Добрался До Источника Но доказал Что два слова Были Прочитаны Неверно Истинно Детали Сама По себе Деталь В той Общей Картине Достоверности Без которой Не может Существовать Искусство Каждая Книга Поступок И чтобы Он Мог Совершиться Другой Человек Читатель Должен Или Не должен Нет Читатель Должен Сидеть По ту сторону Письменного Стола Напоминая О том Что Бесценные Вещи И бесценные Области Реального Бытия Проходят Мимо наших Ушей И наших Глаз Если Не подготовлены Уши Чтобы Слышать И Не подготовлены Глаза Чтобы Видеть Так Говорил Ухтомский В своих Письмах Образ С участием Владимира Русанова Экспедиция не было доставлено. Директор Псковской гимназии, где учился Вениамин Аверин, Артур Готлив, скорее всего, стал тем отрицательным героем, братом погибшего капитана Николай Татарин. Описатели Вениамин и Каверине говорили, что судьба вручила ему счастливые билеты. Семнадцать романов и повестей, семнадцать рассказов, два драматических произведения, одиннадцать сказок для детей, огромное количество литературовических статей, воспоминаний, десять экранизаций и один мюзик о его произведении. Вениамин Александрович Каверин был на редкость миролюбивым человеком, не терпел конфликтов, избегал общественных грязков. Но никогда он не боялся вступаться за друзей. Каверин, чуть ли не единственный из писателей, не отказался от дружбы с Михаилом Зощенко, когда его отравили власти. Он также помогал деньгами, попавшей в опалу Анне Ахматовой. В 1967 году он подготовил для съезда Союза писать и речь о состоянии советской литературы, которую он считал недовлетворительной. В муниципальных библиотеках города Архангельска вы найдете немало книг Вениамина Каверина. Среди них есть и даже его переводы. Например, зная прекрасный немецкий язык, он перевел сказки Кауфа. После войны Вениамин Каверин стал писать детские сказки. Но эти сказки не только для детей, но и для взрослых. Поэтому эти сказки вы можете читать всей семьей, бурно обсуждая, анализируя, предлагая свой выход в сложившейся сказочной ситуации или просто вспоминая свое детство. Вениамин Каверин не прекращал писать до последних дней. Одной из его последних работ стала книга о его лучшем друге, писателе Юрия Дынянове. Эта книга называется «Новое зрение». Она написана в соавторстве с критиком и литературоведом Новиковым. Вениамин Александрович Каверин всегда был оптимистом. Благодарю вас, дорогой читатель. Желаю вам приятного чтения.